Солист Большого Театра, неоднократно выступавший в разных странах мира, обидевший весь свет, представляющий наше искусство. Иван Иванович Петров Крауза, народный артист СССР, лауреат государственных премий. Иван Иванович, пожалуйста, к нам просим. Ну, прежде всего, мне хочется поздравить Татьяну Георгию с этой замечательной датой. 30 лет. Ведь мало того, что она прекрасный композитор, и, конечно, очень много времени отдает этому делу, занятиям композиторским. Но, кроме того, она же ведь и профессор Московской государственной консерватории, где она воспитывает тоже молодежь. И я как раз уже несколько лет, пожалуй, года три, возглавляю государственную комиссию по приему экзаменов. И сидим вместе, я слушаю ее учеников и даю, в общем, свои оценки. Ну, и оценки, в общем-то, всегда такие хорошие очень. Кроме того, ну, она и пианист-исполнитель тоже. И я вот думаю, как же она вот все совмещает, вот эту работу, и как композитор, как профессор к консерватории, и еще вот это. Ну, я считаю, что вот именно здесь, в этом музыкальном клубе, это одна из самых, пожалуй, значимых работ этого замечательного музыканта. И я объясню, почему. Вот я тоже, когда я поступил в театр, конечно, я готовил очень много репертуара, пел очень много, 40 ролей я спел в большом театре. Конечно, мне было не до таких вот вещей. Но, потом я все-таки с годами, не через 10, 12, 15 лет, я понял, мы должны быть не только артистами в театре, хорошо работать, создавать хорошие роли. Мы должны не только петь в концертах различные произведения, а то даже и я вот пел сольные концерты. Но мы должны заниматься просветительской деятельностью. А это что значит? Вот в этом зале есть и взрослые, но большинство все-таки вот юных, совсем юных людей. И вот этим-то людям мы должны привить вкус к настоящей хорошей музыке, к настоящей литературе, в общем, к настоящему искусству, что и делает прекрасно Татьяна Бёргина. И если я вот ее поздравляю с 30-летием, то я поздравляю и всех здесь сидящих, и себя также, потому что я уже участник ни одной такой встречи. Вот. Поздравляю, это замечательно. И вы знаете, я вот как-то сейчас вот посмотрел на это, и думаю, а ведь вот у меня сразу ассоциация какая. Правда, это уже лет, наверное, 15 тому назад было. В колонном зале Дома Союзов это было, но иногда и в Большом зале концерватории. Дмитрий Борисович Коваревский, прекрасный композитор, он как раз вот делал такие вечера для молодых людей. И он объяснял, что такое музыка, что такое стиль произведения, эпоха и все прочее. И я, например, это транслировалось по телевизору, я сидел и с удовольствием слушал. Действительно, как же это было хорошо. К чему я все это говорю? Сейчас, к сожалению, наши эсмели, в том числе, значит, и радио, а уж больше всего телевидение, а ведь от телевидения мы ведь теперь и не отходим, круглые сутки смотрим телевидение. Что там, а? Там смотреть нечем. Да, что там звучит из классической музыки, из нашего и русского, и зарубежного наследия, а наследие, это ведь великое, великое. Сколько создал произведения Глинки, Торговышский, композиторы могучей пучки, Чайковский, Рахманинов, наши современные композиторы, такие как Шостакович, как Хачатурян, Хреников. Удивительная музыка, удивительные произведения, но они не звучат, понимаете? Музыка-то вот классическая и красивая музыка. На радио она иногда, то есть на деревне она и звучит. Но когда? Когда рекламируют какие-то полгодки, или какие-то прокладки, или бульонные пубики, павиадор, понимаете? Так вот, эта изюмительная музыка кусочками звучит вот так вот, вдобавок к рекламе. Ну, а? Да, это честно. Да, а я вам должен сказать, что я уже когда, уже стал таким ведущим, солистом Большого театра, я пел огромный репертуар, но я часто выезжал с концертами в другие города, по всему Союзу. И вы знаете что? У меня случалось так, что у меня концерты или где-то на заводе я выступал, или где-то в колхозе выступал, или в ПТУ, например. Вот я в ПТУ выступал, сольный концерт, я пел на приблизительно 25 произведений в этом концерте. Понимаете? И директор этого училища говорит, а что вы будете петь? Я говорю, ну, я спою романсы русских композиторов, какие-то западных композиторов, спою две-три арии, смотрю, удивляться, вот какое-то эти... А-а-а-а, вытянулось. Я говорю, а что, чем вы недовольны? Она говорит, Иван Иванович, вы знаете, наши учащиеся не понимают, что такое романс, что такое ария, и это они не воспринимают. А ждали как раз ведущего, который должен был приехать и вести концерт. Я говорю, ведущего не надо, я буду ведущим. Давайте, начинаем. И вот я, когда увидел молодую эту аудиторию, я говорю, ну, вы знаете, я всегда запросто, вот сейчас тоже я с вами очень просто говорю. Я говорю, ну, дорогие друзья мои, вот я смотрю на вас, вы все молодые, вы только начинаете жить. И я говорю, я сразу вспоминаю свои годы, когда я был тоже вот такой, как вы. Вы знаете, что у меня было отношение, какое к музыке? Да, я на нее и не обращал внимания. Я занимался спортом, в этом я, большие у меня были успехи, в особенности такие выигры, футбол, волейбол. В волейбол я даже ведь за сборную Москвы играл, волейбол, и за команду мастеров локомотива московского. Вот, и я уже думал, что я пойду по этой линии, по линии спорта. Но случайно запел. Ну, и оказалось, что, в общем-то, не так уже плохо. И вот это я им все рассказал. Я говорю, и вот среди вас, может быть, тоже будут люди, которые будут заниматься музыкой и добьются хороших результатов. Но если даже вы пойдете там, ну, такие-то там технические там, ну, занятия будут и так далее, кто-то пойдет по другим, по другому пути. Но все равно то, что вы будете знать музыку, нашу хотя бы классическую русскую, да и народную музыку, ведь это вам в жизни никогда не повредит. Это только вам даст больший кругозор, и вы будете по-настоящему воспитанный и культурный человек. И вот то, что делает Татьяна Георгиевна, я должна еще раз ей сказать большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я, конечно, не имею в виду никакого голоса. Вот вам, Марш, говорит без микрофона, и понятно, замечательный голос, который вообще в любом зале звучит. Но я бы хотела, не, но я бы хотела, чтобы все-таки услышали ваш голос, еще и другой певческий. Вот можно дать, может быть, и Ерюку, Серёва? Вот эту запись, да? Да, только я скажу... А немножко об образе, об образе, да. Вы знаете, я вам уже сказал, что я спел не менее сорока, сделал ролей в Большом театре. Вот тут и Борис Годунов, тут и Руслан, и Сусанин, и Баряжский гость, и в Князе Игорье пел, и Галецкого, и Кончака, и Кремина, Евгений Анейки, ну, кого только я не пел, Мефистофеля, Дон Базилио. Вот, ну, вот я пел одну, выступал в одной роли, очень интересной. Это была одна из коронных ролей Фёдора Ивановича Шалярина. Вы знаете, он выступал в роли Ерёмки, пузнец Ерёмка, в опере Серова «Вражья сила». Почему композитор назвал так оперу «Вражья сила»? Потому что вот этот вот пропойца, кузнец, такой мужик, который за стакан водки душу может отдать. И вот этот-то кузнец как раз и являлся вражьей силой. Он подговорил молодого певца, чтобы тот убил свою жену. И почти достиг этого результата. Но потом ситуация изменилась, и всё закончилось хорошо. Так вот, Ерёмка, вот то, что вы сейчас и слышите, поёт песню. Собрались купцы, сидят за столом, едят блины, все кровь там и так далее. Пьют, конечно, вина и водку, ну, а Ерёмка их утешает или потешает песни. Так он и говорит, потешу я свою хозяйку, а хозяйка тут же, она в этом доме, возьму я в руки балалайку и поёт про широкую масленицу. А как раз сейчас время того. Масленицу. Вот-вот. Масленицу. Так что, масленица хорошая, вещь я тоже люблю. И с блинами, и с пирогами, и с икрой, и ой, и с балычком, и шерюмком. Вот, и очень хорошо. Так вот, давайте послушаем вас сейчас эту песню. Песню Ерёмки. Потешу я свою хозяйку, возьму я в руки балалайку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты еще пришла, ты еще пришла. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон.